Здравствуйте! В эфире своего ТВ новости. Меня зовут Яна Лукошкина. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Выход на экспорт. Какие семинары проходят ставропольские бизнесмены? Пешеходные дорожки, освещение, детская площадка. Где в крае благоустроили еще одну общественную территорию? На рынок, но не за покупками. Как житель нефтекумского округа смог присвоить чужой телефон? Расскажем далее. Начинаем с данных по коронавирусу. Выздоровели еще 54 ставропольца. Всего с болезнью справились 65 694 человека. Об этом сообщил на своей странице в инстаграме губернатор Владимир Владимиров. Выявлены и новые случаи заражения. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 349 жителей края. 22 пациента скончались. Остановить распространение вируса поможет только вакцинация. Но не забывайте и о мерах профилактики. Переходим к другим темам. В краевой столице местные предприниматели стали участниками образовательного проекта. На семинарах бизнесменам помогут освоить такую науку, как экспорт. Как правильно выйти на международный рынок? Несколько советов на будущее записала Виктория Шкальная. Учиться никогда не поздно. Даже если ты успешный предприниматель. И даже если твоя компания уже вышла на международный уровень. В рамках национального проекта «Международные кооперации и экспорт» Ставрополье принимает участие в программе «Экспортный форсаж». Даже серьезные компании, которые занимаются экспортом, они все равно нуждаются в определенных обучающих мероприятиях. Во-первых, это специалисты кадровый. И состав предприятия, который занимается экспортом, он не всегда стабилен. Соответственно, сотрудники, которые занимаются экспортом, они нуждаются все время в повышении квалификации, в знаниях, которые касаются части новелл, законодательства. Интерактивные тренинги, семинары и, главное, практические занятия. Предприниматели на примере собственных товаров по этапам разберут всю цепочку экспортного проекта. Научатся грамотно выбирать рынок и искать клиентов, изучат финансовые инструменты и законодательные нюансы. И все это под надзором опытных наставников. Компания работает с наставниками. Наставники – это эксперты, эксперты практики в своей области. То есть те, которые имеют опыт работы, внешнеэкономическая деятельность, ни в коем случае не являются преподавателями или имеющие только теоретические знания. И вот эта работа непосредственно с наставником, она дает возможность компаниям четко, конкретно разобрать практические кейсы по своему продукту. Цель проекта – не только новые знания, но и заключение реальных внешнеторговых контрактов. Когда с чем-то знакомишься, понимаешь, что очень много тех моментов, которые мы не знаем. Начиная от сертификации упаковки канистры, заканчивая, допустим, фумигированием контейнера. И вот эти маленькие детали никто, кроме российского экспортного центра или центра «Мой бизнес» нам не подскажет. Потому что когда сделку уже заводишь и сталкиваешься вот с таким барьером, этот маленький барьер может стать большим камнем преткновения во всей сделке. Центр «Мой бизнес» помогает как расширить уже прибыльное производство, так и стать на ноги начинающим предпринимателям. Так, в краевой столице в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы продолжают организовываться ярмарки. На сегодняшний день на ярмарке представлена продукция 15 производителей Ставропольского края различной. Ну и соответственно наши жители имеют возможность купить продукцию по сниженной цене, выгодная, сделать закупки на зиму. На таком раздолье ставропольских товаров покупатели с минимальной наценкой смогут приобрести овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию. Виктория Шкальна, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Теперь о происшествиях. Бывшие супруги из села Кочубеевского продолжали жить вместе. Во время совместного застолья они поссорились из-за неприязненных отношений друг к другу. Точку в конфликте поставила женщина, она зарезала бывшего мужа. Как сообщили в региональном управлении следкома, подозреваемые под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, а других ЧП в оперативной сводке. Водитель под воздействием. Инспекторы ДПС Кисловодска рано утром заметили, как на одной из улиц легковушка едва не врезалась в стену. Полицейские сразу остановили водителя. За рулем находился 38-летний мужчина без прав и документов. К тому же в подозрительном состоянии. Пожалуйста. Умойся, умойся, умойся тоже, умойся. Медосвидетельствование не показало паров алкоголя, но в наркодиспансер нарушитель ехать отказался. За руль теперь он сядет нескоро. В отношении мужчины составили несколько протоколов. Бодрящий напиток. Одному из заключенных исправительной колонии Ставрополя передали посылку с продуктами. При досмотре у сотрудников вызвали подозрения пакетики с черным и зеленым чаем. Оказалось, внутри было наркотическое вещество общим весом 10 граммов. Это подтвердила экспертиза. Проводится проверка. С дурными намерениями 65-летний житель Нефтекумского округа прогуливался по торговым рядам рынка. В одном из павильонов он заметил чужой телефон и решил его забрать. Пока все отвлеклись, мужчина реализовал свой коварный план. Ущерб около 50 тысяч рублей. Хозяйка заявила в полицию. Злоумышленника задержали, а гаджет вернули законной владелице. В станице Есентукской продолжается строительство скейт-парка. Сейчас там начали возводить каркас будущей конструкции. Работы ведутся с большим опережением графика. Завершить их планируют уже осенью. Реализуют проект в рамках программы формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». О других новостях края расскажем в нашем обзоре. В хуторе Найденовки из Обильнинского округа капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Как рассказали в региональном Минздраве, в учреждении заменили все инженерные сети, окна и двери. Также уложили современное напольное покрытие, смонтировали навесные потолки. Позаботились и о маломобильных пациентах. Вход оборудовали удобным пандусом. Обновили ФАП в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. В селе водоразделе Андроповского округа благоустроили территорию, прилегающую к Дому культуры. Как сообщили в Управлении по информполитике правительства региона, там проложили новые пешеходные дорожки, установили скамьи, урны и малые архитектурные формы. Также обустроили новую детскую площадку. Ее покрытие изготовили из специальных резиновых плит. А по периметру установили ограждения. Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Завершился ремонт участка трассы Кочубейская-Балахоновская-Армавир. Как сообщили в Краевом Миндоре, специалисты привели в порядок почти 2,5 километра покрытия. На отрезке также установили знаки и нанесли разметку. При устройстве новой дорожной одежды применялась технология ресайклинга, которая позволит продлить срок эксплуатации полотна. Трассу обновили благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». А у меня на этом все. Еще больше новостей на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. А также отправляйте свои вопросы и обращения на номер, который прямо сейчас вы видите на своем экране. Также мы есть во всех соцсетях. Для того, чтобы подписаться, нужно навести камеру смартфона на QR-код на экране. А впереди прогноз погоды. Я передаю слово Алексею Форсикову. А с вами прощаюсь. В студии была Яна Лукошкина. До встречи. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду 22 сентября. Итак, в Ставрополе дожди. Лить будут весь день. Всего плюс 13 днем и плюс 10 вечером. Изобильный и Новоалександровск. Облачно, но пока без осадков и немного теплее. Днем плюс 15, вечером плюс 10. Город, минеральные воды. Также дождь будет небольшим и весь день. Температура воздуха плюс 15 днем, вечером плюс 1. Пятигорске, ну вы уже поняли, небольшой дождь весь день. Плюс 14 днем, плюс 10 вечером. В Кисловодске традиционно самая прохладная погода по краю и еще дождь. Но это никого не остановит от прогулки по парку или хотя бы от санатория до Нарзанной галереи. Днем в Таице Камминовод всего плюс 12, вечером плюс 8. Восток края и патово и дивное. Пока без осадков, пасмурно и прохладно. Днем плюс 16, вечером плюс 11. В Арсгире днем плюс 16, дождь. Вечером плюс 12. Осень шагает по степям. Нефтекумск и Буденовск самые теплые территории края, но и там тоже прольется дождь. Днем плюс 18, вечером плюс 12. На этом о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова